Итоги недели В Брестской области на различных объектах Трудились более 320 тысяч человек Самые важные рабочие площадки В обзоре наших корреспондентов Люди, дела и слова Как сегодня в областном центре Идет уход за растениями Людмила Логодич узнала все нюансы И детали городского благоустройства Самым милым, добрым, дорогим Итоги конкурса «Женщина года» Подвели на обречении Кто они, самые обаятельные, привлекательные Успешные дамы края Ответ знают наши корреспонденты В эфире программа «Итоги недели» И мы начинаем Республиканский субботник Это ежегодный масштабный марафон По благоустройству и озеленению Больших и малых населенных пунктов Мемориальных комплексов И мест героической памяти Участие в котором по итогам прошлого года Приняли более 2 миллионов жителей Беларуси Брестский регион Также демонстрирует сплоченность И активность в этом вопросе В этот раз участие в республиканском субботнике Приняло более 324 тысяч берестейцев Представители различных субъектов Хозяйствования, общественных объединений Учреждения образования И просто неравнодушные люди В этот день трудятся на многих объектах С одной только целью Сделать Беларусь еще чище и красивее Наши съемочные группы побывали На многих точках субботника в нашем городе И убедились в том, что проделана большая работа Сегодня у памятника воинам Освободителям в микрорайоне Южно Идут масштабные реновационные работы На этом месте последний приют Нашли 37 героев Имена которых увековечены в граните Сам памятник был установлен Еще в 1951 году А его капитальный ремонт Производился в 2005 Республиканский субботник стал хорошим поводом Чтобы собраться и направить Общие силы на благоустройство Этого важного объекта Традиционно каждому субботнику мы определяем места Проведения, ну точек приложения Поэтому в этом году, да, акцент был сделан С учетом года исторической памяти На места, которые имеют непосредственное отношение К нашей истории Ну уж тем более к истории Великой Отечественной войны Поэтому на данном объекте До этого проводились только лишь такие Санитарные виды работ В этом году по поручению губернатора Мы вышли на серьезную реновацию этого сквера Тем более это воинское захоронение наших героев Которые освобождали Беларусь, город Брест И вложили определенные средства Для того, чтобы здесь был порядок Работники госполкома решили внести Свой посильный вклад в важное дело Сохранения исторической памяти И пришли на подмогу к профессионалам Дорожной эксплуатационной службы И Брестского спецпредприятия Совместно с сотрудниками Городского жилищно-коммунального хозяйства Они занялись посадкой деревьев Устройством газонного покрытия И работами по уходу за уже имеющимися насаждениями Серьезная помощь нашему городу Нашим предприятиям Брестского городского ЖКХ Будет проделана, я не сомневаюсь, что Огромная работа Которая пойдет на благо И на украшение нашего города Бреста Работаем мы на 70 точках Количество людей, завязанных С нашим Брестским городским ЖКХ Это 3800 человек Такое количество Значит мы всех обеспечиваем инвентарем Кто работает на наших объектах На обслуживаемых нашим ЖКХ Поэтому работа проделана Будет серьезно И в рамках субботника Наши предприятия перечислят еще Деньги в республиканский фонд Брещане в течение всего года В меру своих возможностей Помогают сделать наш город лучше и красивее Но в этот день оценить масштаб Проводимых работ можно было в любом из микрорайонов Особым местом приложения сил Стала Брестская крепость Где буквально на каждых 100 метрах Можно было увидеть новую сплоченную команду Сотрудники областполкома Комитета государственного контроля Различных молодежных объединений Билпочты и Комитета природных ресурсов Это лишь немногие из тех, кто трудились здесь на благоустройстве территории Мы сегодня высаживаем деревья Убираем мусор Наводим порядок Убираем инвазивное растение Для того, чтобы просматривались красоты муховца Красоты укреплений Иного места, как Брестская крепость, герой не могло быть Сегодня работают все сотрудники комитета Очень активно привлечены студенты Военнослужащие И в целом люди, которым интересно А таких в нашем городе немало По самым приблизительным данным Всего в республиканском субботнике На территории нашего города Приняло участие порядка 50 тысяч брещан Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович Итоги недели В продолжение темы С каждым днем наш город смотрится все более обновленным Чистые улицы и проспекты Убранные парки и дворы Создают радостное настроение А все это благодаря неравнодушным брещанам Которые вкладывают душу и сердце В каждое свое дело Насколько разноплановой и важной Считают свою деятельность Сами участники субботника Знает Александр Богданович В Бресте в рамках субботника Было определено порядка 70 точек На которых предполагалось наведение порядка Особое внимание уделялось прибрежным территориям Поэтому неравнодушные граждане Также глава администрации Ленинского района Александр Власовец Приводили в порядок территорию, прилегающую к озеру Соя А также поухаживали за деревьями, которые были высажены еще в прошлом году Большое внимание уделяется наведению порядка На прилегающих территориях, на территориях предприятий, организаций, территориях общего пользования И конечно же уход за деревьями, которые садили в предыдущие годы Ведь не секрет, что за ними тоже ежегодно нужно ухаживать И чтобы они не гибли, приживались и радовали нас Мы сегодня на экологической тропе продолжаем наводить порядок А также ухаживаем за деревьями, которые были посажены в предыдущие годы Немало внимания уделили и улице Машенского Здесь горожане наводили порядок во дворах, так и на придорожной территории Жителям близлежащих домов в их непростой деятельности Помогали более 20 сотрудников налоговой инспекции Город становится красивее и уютнее Это видно и замечаем мы жители и гости нашего города Поэтому мы к сегодняшней акции присоединяемся к субботнику Нету никого равнодушных Мы готовы помочь городу навести порядок Не только навести, но и его конечно же поддерживать Поэтому кроме того еще тут у нас неформальная обстановка С коллегами хорошая погода, замечательное настроение и море позитива В год исторической памяти особое внимание уделяется местам захоронений Среди них и гарнизонное кладбище города над Бугом Это место пропитано историей и его земля уже стала священной для горожан Поэтому для студентов технического университета Помочь ветеранской организации Ленинского района В наведении порядка на территории гарнизонного кладбища Большая честь и возможность проявить уважение к покоящимся здесь солдатам и офицерам Уже такой доброй традицией стало, что мы в канун светлого праздника Пасхи Приходим ежегодно навести порядок вот здесь на гарнизонном кладбище Выбираем могилы тех людей Независимо от того, он рядовой, полковник, подполковник Кто уже заброшены могилы, нет родственников Поэтому очень важно в год исторической памяти Сохранить эту добрую память о людях, те, которые ушли в мир иной Не обошли вниманием брещане и самые отдаленные уголки города Среди них гаражный кооператив на Граевке И садовое товарищество «Отдых один» в Катином Бару Благодаря той синергии, которая образуется во время совместной работы по наведению порядка Делать свое дело получается быстро и самое главное – качественно Александр Богданович, Андрей Щербай, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ В любую пору года Брест по-своему привлекателен Всегда радует жителей и гостей Красотой и чистотой улиц, парков и скверов Завораживает видами старинных зданий и современных построек За чистоту и красоту родного города болеет каждый его житель Подтверждением тому стал очередной субботник, который прошел в Бресте Поумерить энтузиазм участников республиканской акции не смогла даже ненастная погода Вооружившись инвентарем, люди дружно взялись за работу, которой, к слову, было немало Но только вместе, дружно и сообща можно сделать наш город свою землю и любимую малую родину чище и краше Поэтому наведение порядка на земле всегда актуально Активная деятельность в этом направлении должна быть привычной для каждого человека Традиция, проверенная годами Апрельский субботник для жителей Московского района прошел на пересечении улиц Московская и Стофеева И для того, чтобы провести генеральную уборку города, за грабли и лопаты берутся все С самого утра на территории трудится руководство Московского района совместно с сотрудниками налоговой инспекции Сегодня проводится у нас испарканский субботник И сегодня, если братья администрацию Московского района, то мы разделились И часть людей работает в парке воинов и интернационистов, продолжает те мероприятия, которые мы начали еще во время городской экологической акции Ну а также сегодня работники администрации вместе с налоговой инспекцией Московского района В районе улиц Московская, Стофеева, Гродненская будем заниматься обкопкой приствольных кругов, подвязкой деревьев, поправлением колышков Помимо этого, тут порядка 40 площадок, где будут работать в том числе и субъекты хозяйствования, наводить порядок в прибрежных полосах реки Муховец Субботник – дело интересное, когда совместное И, как показывает количество участвующих в нем, бескорыстно поработать вместе на благо своего предприятия, города и, наконец, всей страны Ежегодно откликаются тысячи белорусов Конечно же, это очень благородное дело, потому что все мы хотим, чтобы наш родной город был лучше, был краше И хотелось бы, чтобы действительно оставить его таким красивым для наших детей и для наших потомков Предприятия Брестского городского ЖКХ, как и положено, приняли активное участие в субботнике Сегодня они трудились не только на рабочих местах, наводя порядок в производственных цехах Внимание было уделено уборке дворовых территорий, зону отдыха горожан, а также высадке деревьев В работу также включились и представители депутатского корпуса Все их усилия направлены на то, чтобы сделать Брест красивее, чище и уютнее Сегодня мы организовали проведение субботника по озеленению территории на базе седьмого ЖЭСа Нужно сказать, конечно, им огромное спасибо, они провели большую организационную работу Эта работа была многоплановой, мало того, что надо было завести посевной материал деревья, который нам любезно предоставил коммунальник Но нужно было еще разбить их по территории и согласовать эти вопросы с городской архитектурой Поэтому выезжал сюда ландшафтный архитектор, определились какие виды деревьев, в каком количестве Пометили или разбили колышками территорию и таким образом мы сегодня работаем Руководство Брестского областного объединения областных организаций и отраслевых профсоюзов по сложившейся традиции наводили порядок на территории, прилегающей к братской могиле, лагеря госпиталя «Ривер» в Бресте С 2015 года это трагическое место стало знаковым для профсоюзов Представители организаций ежегодно наводили здесь порядок Еще в 2015 году плиты братской могилы заменили на гранитные, сделали подсветку, выполнили ландшафтное планирование прилегающей территории, высадили зеленые насаждения и цветы, обустроили газон Проведение субботников для профсоюза всегда было знаковым мероприятием, поскольку мы всегда были нацелены на то, чтобы наша страна была красивая, чистая, ухоженная и, конечно, благоустроенная Еще с 2015 года мы, профсоюзы, взяли шество над таким памятником, как «Ривер» Мы здесь ежегодно убираем, наводим порядки, подсаживаем кустарники, деревья Ну и, конечно, нам хочется, чтобы такие места, как захоронения или знак памяти наших побед, наших дедов, прадедов Мы хотим, чтобы они были красивые, ухоженные и несли, безусловно, память нашим детям Часть участников субботника сегодня трудится на своих рабочих местах Многие заняты в работах по озеленению, благоустройству и приведению в надлежащее состояние территории Как, например, специалисты предприятия «Брезжилстрой» Субботник сегодня республиканский, поэтому святой долг наш был поучаствовать в нем Потому что все работники, как только услышали эту программу, когда узнали число Мы просто с удовольствием присоединились Тем более, свою территорию, территория большая Мы решили поучаствовать не только работниками, работниками специальности, но и инженерно-техническими работниками Субботник для Тайот проводится для того, чтобы облагородить, навести порядок на территории Хотя мы стараемся поддерживать порядок круглый год, на сегодня особенный день Мы именно инженерно-техническими работниками, около 30 человек вышло Работников завода КПД «Брезжилстрой» и другие подразделения «Брезжилстрой» Тоже они на своих местах работают и проводят субботник Республиканский субботник стал важным итоговым мероприятием Старт которому был дан в рамках месячника по благоустройству И традиционной ежегодной общегородской экологической акции Ведь совместными усилиями мы продолжаем делать наш родной Брест чище и лучше Вы смотрите программу «Итоги недели» и говорим об актуальном и важном Для повышения уровня качества оказания услуг Накануне в Кобрине в торжественной обстановке был открыт Центр обслуживания населения Это четвертый такой объект в Брестской области Новые центры уже опробовали в тестовом режиме Результат приятно порадовал и потребителей, и руководство предприятия В торжественной церемонии открытия приняли участие почетные гости Губернатор региона Юрий Шулейко и министр энергетики Виктор Каранкевич Насколько сегодня газовая инфраструктура готова бесперебойно обеспечивать своих потребителей И какие новинки в этой сфере появятся уже в ближайшее время Об этом и не только подробнее в сюжете наших корреспондентов Торжественное открытие четвертого центра обслуживания населения в Брестской области Получилось событием ярким и красочным Для предприятия Кобрингаз это важный объект Производственная структура включает в себя два района газоснабжения Потребителей достаточно много Именно поэтому так важно постоянно совершенствоваться И повышать качество оказания услуг Об этом говорили в рамках церемонии торжественного открытия Почетные гости праздника Сегодня на Брещене действительно такой очередной шаг Удобства для населения Удобства эксплуатации Удобства безопасности работы сегодня с данным энергоносителем Сегодня мы без голубого топлива уже не представляем Ни дом, ни дачу, ни индивидуальный дом Ни многоквартирное наше строение Которое отапливается данным видом Он сегодня наиболее удобен Сегодня мы здесь говорим Существует уже система газификации И остаются мелкие нити Но у нас появился обслуживающий центр Для удобства непосредственно данного объекта Горожан города Кобрина Сельчан, которые сегодня находятся в зоне обслуживания Расчетного нашего центра Такого универсального, многофункционального Мы видим это только здание для посетителей Но это службы, те которые несут безопасность Использования газа непосредственно Из рук губернатора региона, министра энергетики И других почетных гостей Заслуженные награды получили работники Наиболее отличившиеся в своей трудовой деятельности А также те, кто был вовлечен в создание нового объекта Это важный шаг, сделав который можно достаточно быстро получить достойный результат Это общий труд всех направленных на повышение качества обслуживания населения Здесь применены современные технологии Как сказал Юрий Витальдович И автоматизация, цифровизация Осуществление, оказание услуг по всему спектру Связанных с газоснабжением Это получить консультацию Или профессиональную поддержку Помощь в проектировании, в строительстве А потом и в эксплуатации Систем газоснабжения Или газового оборудования И вот благодаря этому центру Такая возможность предоставилась Именно вам, жителям Кобринского района Почетным гостям первым было предоставлено право Ознакомиться с деятельностью нового центра обслуживания Задачи, которые реализуются с его вводом Достаточно объемные Но при этом важные Как для самой организации Так и для потребителей газа Во-первых, здесь реализован принцип работы одно окно Это значит, что любой обратившийся прямо на месте Может получить необходимый ему пакет услуг И детальную консультацию по волнующим вопросам Минуя походы по разным кабинетам и инстанциям Во-вторых, это комфорт и удобство в обслуживании На цифровых площадках, расположенных в зале Можно самостоятельно познакомиться со всеми нормативными документами В-третьих, обратиться за помощью в центр могут граждане Имеющие проблемы со здоровьем Тактильная плитка, пандусы, сопровождающие документацию Воссозданная с использованием шрифта Брайля Позволит повысить качество оказания услуг для каждого обратившегося Позаботились здесь и о юных гостях Пока родители решают вопросы Малыши могут найти развлечение в детской секции Безусловно, это даст свои плоды Открытие этого центра Потому что до его открытия Скажем так, населению приходилось Бюрократические моменты Хождения по кабинетам С кабинета в кабинет Им приходилось это Ощущать на своих, скажем, бытовых проблемах Сегодня мы открываем этот центр и человек может прийти и в одном месте Получить доступную, необходимую информацию для его работы Еще один важный этап в удобстве обслуживания То, что в одном здании с центром обслуживания теперь располагается профильный магазин Где можно проконсультироваться и приобрести все необходимые детали для обслуживания газового оборудования В том числе и плиты На каждую модель предусмотрен гарантийный талон Кроме того, в пакете услуг есть комплексная рассрочка И возможность бесплатной установки в удобное для покупателя время Наш магазин находится возле самого центра Магазин, в основном продукция, это Гефест Очень условия все сделаны для того, чтобы население могло приобретать У нас есть акции, скидки Несмотря на праздничные мероприятия, визит первых лиц на предприятие Кубрингаз Возможность обсудить насущные планы и рабочие вопросы Общая протяженность сетей природного и сжиженного газа Находящихся на обслуживании предприятия Ни одна сотня километров Для их бесперебойного обслуживания трудится свыше 370 специалистов На вооружении большая техническая и учебная база А также оснащенный парк автомобилей И это то, что имеется уже на сегодняшний момент Однако время не стоит на месте И перед представителями отрасли появляются новые задачи Решать которые необходимо оперативно и эффективно Это свой вклад со стороны газовой отрасли в решение Важной задачи, которая поставлена главой государства Это повышение качества оказания услуг населению Повышение комфортных условий проживания И в первую очередь именно в сельской местности Всего протяженность газовых сетей по стране составляет 65 тысяч километров Потребителями газа являются порядка 3 миллионов бытовых абонентов Если брать Брестскую область, это 470 тысяч абонентов И общая протяженность газовых сетей около 13 тысяч километров Работа по газификации, она также продолжается Основная эта работа проводится в рамках двух государственных программ Это государственная программа строительства жилья И государственная программа комфортное жилье и благоприятная среда Если взять Брестский регион, то в этом году планируется строительство подводящих газопроводов Именно к 15 населенным пунктам в 4 районах Брестской области Встреча с трудовыми коллективами – один из важных пунктов программы рабочей поездки Ведь это возможность сверить часы, узнать, что волнует людей на предприятии А также какие темы нужно взять на карандаш В целом в регионе предприятие «Брестоблгаз» эффективно справляется со своими задачами Важно и дальше сохранять взятый ритм И также идти в ногу со временем Внедряя только передовое и актуальное в свою непростую, но такую важную работу К другим темам Республиканский субботник вносит весомый вклад в благоустройство нашего города Но важно не забывать и о тех, для кого вопросы наведения порядка и озеленения улиц, парков, скверов и площадей Знаковых мест и просто придомовых территорий являются ежедневной заботой и обязанностью на протяжении всего года Эта ответственность лежит на плечах многочисленных сотрудников коммунальных служб города И к их чести стоит отметить, что справляются они на отлично Весенний период – время особо плодотворной и разноплановой работы Чем заняты в эти дни работники предприятия узнавали наши корреспонденты Еще год назад руководством области была поставлена задача кардинального изменения подхода к озеленению города Вместо саженцев – молодые и взрослые деревья С акцентом на хвойные растения Зеленый и красивый город нужен брещанам сегодня А необходимые резервы растений имеются в лесхозах Все идет по плану и уже к началу апреля коммунальными службами города Было высажено более 3,5 тысяч деревьев и более 600 кустарников Молодые дубы, липы, туи, клены, рябины и сосны украсили многие улицы Бреста В планах на ближайшее время посадка порядка 3 тысяч деревьев Но не менее важной является и дальнейшая работа по уходу за насаждениями После посадочный уход в основном включает, это прежде всего посадка правильная, закрепление саженца кольями и обильный полив первое время Дальше рыхление лунки для доступа кислорода и чтобы влага попадала к корням Позже, по мере необходимости, будет производиться санитарная и формовочная обрезка Обработка от болезней и вредителей А весной для развития корневой системы и роста растений крайне важна подкормка минеральными удобрениями Подкормку можно производить как твердыми минеральными удобрениями, то есть несение в поршу с последующей заделкой, так же и растворами минеральных удобрений Для подкормки раствора минеральных удобрений мы используем вот эту нашу машину поливомоечную Делается раствор минеральных удобрений за расчёты 0,2% и совместно производится полив Одна такая поливочная машина вмещает 4 кубометра раствора, в котором содержится 8 килограмм минеральных удобрений И хотя для стороннего наблюдателя процедура выглядит как полив обычной водой, но это далеко не так По весне мы применяем азотные удобрения, то есть аммиашную селитру По 8 августа месяц до 1 декабря-ноября применяются фосфорно-калинные удобрения, то есть монофазат калия, может быть суперфосфат, может быть Также можно производить и производится по виду растений, если не хватает каких-то элементов питания, проводятся уникорневые подкормки То есть обрызгивается сама крона на листья, чтобы листья усваивали эти минеральные удобрения, то есть элементы питания, азот, фосфор, калий и для дальнейшего развития Справедливости ради надо отметить, что вышеназванные работы далеко не полный перечень того, чем занимаются в эти дни трудолюбивые сотрудники предприятия «Коммунальник» Так, из множества отрезков ежедневной кропотливой деятельности на самых различных участках города складывается большая картина нашего уютного, чистого и красивого Бреста Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, итоги недели В Бресте чествовали победительниц областного этапа республиканского конкурса «Женщина года» Жизнь подтверждает, что у представительниц прекрасной половины удивительно качественно получается быть успешными руководителями, занимать активную гражданскую позицию, участвовать в общественной жизни и при этом оставаться с заботливыми матерями и справляться с домашними хлопотами Именно таких дам пригласили на текущую неделю в зал Дворца культуры и профсоюзов, куда победители областного этапа 14-го республиканского конкурса «Женщина года» съехались из разных уголков региона Анастасия Мелешкевич познакомилась с самыми инициативными и интересными героинями Порядка полутысячи представительниц прекрасной половины со всех уголков Брещены Женщины-медики, руководители, педагоги, многодетные мамы, общественные активистки собрались на торжественную церемонию, чтобы услышать имена лучших в восьми номинациях и поздравить друг друга Это некий особый ритуал, ведь почетное звание предстоит узнать только одной За всю историю конкурса не было такое большое количество номинаций Во-вторых, я уже сказала, что он приурочен, этот конкурс, в том числе 30-летие Белорусского союза женщин В 2021 году белорусский союз женщин отметил свое 30-летие, ну и соответственно этот конкурс приурочен именно этому событию Казалось бы, что это такой небольшой период времени, но для общественной организации это значимо, это много С учетом того, что на сегодняшний день у нас в Брестской области 25 тысяч женщин Определить самых лучших всегда очень сложно, ведь каждая достойна наград и похвалы Поэтому по итогам отборочных этапов в некоторых номинациях не один обладатель Всякий раз, подводя итоги конкурса, организаторы стараются охватить все направления и отрасли Комплексно оценить вклад женщин в профессиональную и общественную деятельность Этот подход был и остается в приоритете, и это важно Участие в этом конкурсе это не стремление к какой-то победе Участие в этом конкурсе это, наверное, вение души Это стремление показать, что все женщины, они активные, они могут многое Красивые, обаятельные, умные, талантливые и очень трудолюбивые В Беларуси женщин-руководителей с каждым годом становится все больше Одной из таких Наталья Артеменя, директор Брестской областной дирекции Открытого акционерного общества Белгазпромбанк Она считает, что успешная работа любого предприятия Это когда весь коллектив заточен на лучший результат А вот конкурсы «Женщина года» для Натальи Михайловны Это новый этап в профессиональной деятельности Это одна из ступеней, наверное, в профессиональной деятельности, в жизни Ничего специального для того, чтобы участвовать в этом конкурсе я не делала Я просто работала, жила, руководила так, как я это делаю каждый день на протяжении уже многих-многих лет Единственное, конечно же, материал для конкурса требовал подготовки Так как у меня мероприятий, которые проведены мной, моим коллективом, достаточно много Мы участвуем в разных, так сказать, датах памятных, исторических, юбилейных Поэтому подготовить материал было несложно Цветы, подарки и дипломы вручали победительницам и лауреатам конкурса почетные гости мероприятия Мужчины, выполняя возложенную на них миссию, не скупились на комплименты и выражали искреннее восхищение Многие достойные обладательницы звания «Женщина года» уже представляли достойно наш регион на республиканском уровне В очередной раз в столице они встретятся вновь, чтобы принять участие в финале конкурса Мы рассказали о событиях Брест за неделю Такими их увидели мои коллеги, журналисты Бук ТВ А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67 Не забывайте, канал Бук ТВ есть и в социальных сетях Будьте с нами на Facebook, Instagram, Вконтакте А также подписывайтесь на наш канал в YouTube Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу А сегодня я, Виталий Матюшин, прощаюсь с вами Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям И новости в домах пусть будут только добрыми Субтитры создавал DimaTorzok